Шнекороторный снегоболотоход. Вопрос, как же можно было пройти мимо и не сделать хреновину, которая так называется? Вот и я о том же. Ну ладно, если без шуток, то я просто хотел потрогать шнековое шасси и посмотреть, как его можно использовать во всяких робототехнических проектах. Ну и увлекся и совсем чуть-чуть стилизовал его под советскую технику. Хотя изначально планировалось слепить еще одну фанерную тележку для перевозки лапши из проводов, что я уже делал в одном из моих прошлых видео, где я пытался изготовить гусениц. Ну на самом деле ничего особо и не поменялось. Зато как всегда получил кучу опыта и веселья. Ремарка. Так-то я больше программист и конструкторскими электронными приколами занимаюсь не больше полугода, поэтому для меня всякие косяки, вылезающие в процессе разработки, довольно полезны. И почему это звучит как оправдание? Хотя некоторые из них уж очень уж явные и оправдываются только недавними новогодними праздниками, от которых я видимо еще не отошел. Гусеничная скорость платформы, разочаровывающие слабые моторы, отказ работы литий-ионных аккумуляторов на морозе, хотя я тоже отказываюсь работать в такую температуру. И куча других проблем. Большая часть это, естественно, мои косяки. Ну а подробнее про вот это вот все. Далее в видео. Начнем со сборки. Сама платформа довольно просто устроен. Движение производится за счет двух шнеков с разным направлением винтовой поверхности, которые вращаются в противоположные друг другу стороны. Крутит их два мотора, установленные на платформе, которая изготовлена из фанеры. Кабина носит исключительно декоративный характер и скрывает электронику. Все модели деталей, как обычный, по ссылке в описании. Печатаем их. Одну из деталей у меня все никак не получалось напечатать. То пруток обломается, то свет отключат. Вышел мне только с третьего раза. Соберем шнек. Он состоит из трех частей. Винта и двух крышек. С креплением под мотор на одной и подшипник на другой. Крепятся крышки с двух сторон винта на саморез. Далее подшипник крепится винтом М3 через гайку к шнеку. Гайка тут используется в качестве проставки. Между шнеком и подшипником. Вместо нее можно использовать пластиковую втулку. Повторяем все операции и собираем второй шнек. В держатель мотора вставляется непосредственно сам мотор и крепится двумя винтами. То же самое проделываем и со вторым держателем. Далее вал мотора просто вставляется в шнек. В качестве платформы используется кусок фанеры. Криво отпиленный ручками и покрашенный. Дальше берем... Как бы его назвать? Пусть будет бампер. И крепим его к платформе на саморез. Оба шнека через подшипники крепятся к платформе. С другой стороны держатель моторов прикручивается к платформе на саморез. По конструкторской части останется только прикрепить крышки моторов и кабину. И можно переходить к электронике. Соединяется она вот по этой вот схеме. Как обычно собиралось того, что было. Поэтому некоторые решения не являются лучшими. Прикидываем, где будут находиться модули. К платформе часть из них крепится через пластиковые проставки. Ардуинку же лепим на двухстороннюю ленту. Отдельный пульт управления делать было откровенно влом. Поэтому тупо использовал пульт от телевизора. Хорошо, что у меня завалялся ИК-приемник. Ну и на всякий случай добавил блютуз модуль для управления с компьютера. Ну мало ли что. Чтоб прикрепить ИК-приемник, просверлил в кабине отверстие. С другой стороны к кабине крепится тумбля. В качестве фар используются желтые светодиоды, которые крепятся к кабине на сопликлей. Помимо декоративной функции, они должны сигнализировать, что батарея разряжена. Тут используется литий-ионный аккумулятор. А платы защиты для серии из двух батарей я все забываю приобрести. Поэтому контроль разряда будет на уровне микроконтроллера. Ну, хоть что-то. Под второй крышкой будет находиться батарейный отсек. Он тоже крепится к платформе на саморезах. Ну и дальше все соединяется по ранее показанной схеме. После чего кабина прикручивается к платформе. В репозитории проекта, как обычно, можно найти прошивку для ардуинки. Также там можно найти необязательный скрипт на питоне для управления платформой с компьютера, а также небольшое описание проекта. Как я уже говорил, защиты от переразряда я не ставил, ввиду ее отсутствия. Поэтому напряжение батареи проверяется микроконтроллером. Если оно маленькое, то платформа начинает моргать фарами. При этом все моторы останавливаются. Идем к тестам. Управлять платформой я буду с пульта. По сквозьким и ровным поверхностям, как и ожидалось, платформа просто не способна нормально перемещаться. Совсем. И тупо не за что зацепиться. Однако, пока что я не знаю насчет снега или болота, зато по дивану она ездит отлично. В крайнем случае можно будет ее назвать шнекороторным диваноходом. Что же до тестирования скажем, в реальных условиях? Нууу, тут не все так радужно. В свежем снегу платформа почти всегда тонет и буксует. Тут мой косяк. Делал я все без каких-либо расчетов, из-за чего вес платформы оказался намного больше нужным. Конечно, это дело поправимое. Можно просто увеличить диаметр шнека. Тогда платформа не будет так сильно тонуть. Вторая проблема. Это просто разочаровывающие слабые моторы. На этапе сборки, меня часто не покидала мысль, что моторы слабоваты. Но я благополучно от нее открещивался. Потестировать же платформу с более мощными моторами, скорее всего у меня получится только в следующем году. Так как пока они придут, эта зима уже закончится. Нуу, про проблему с морозом тут и говорить нечего. Это первый мой зимний проект, и я пока вообще без понятия, как с этим бороться. Еще одна особенность платформы в том, что она не может поворачиваться на месте. И вместо этого отыгрывает крабика. Это не недостаток, скорее забавная фишка. В остальном, кроме небольшой скорости, шныкоход выглядит довольно эффектно. И если учесть прошлые косяки, то платформу вполне себе можно использовать для зимних проектов. Тем более, нормальное гусеничное шасси, которое можно использовать как аналог, сделать намного сложнее, чем шныкороторные. Ну, это вроде все, что я хотел рассказать. Так что до встречи.